Эпидемия воронежских парковок Ситуация с воронежскими парковками уже несколько лет является одной из самых волнующих тем горожан. Суды, штрафы, протест автомобилистов, а сейчас самый пик эпидемии. Цель властей понятна – разгрузить центр города от автомобилей. Однако, прежде чем это сделать, необходимо провести полноценную транспортную реформу для качественных пассажироперевозов. Когда в регионе коронавирусом болели несколько человек, мэрия Воронежа как-то договорилась с консессионером из Белгорода о городские парковки и временно не штрафовали автомобилистов за неуплату. В настоящее время в области счет заразившихся перевалил за тысячу, и городская администрация принимает решение возобновить работу платных парковок в обычном режиме, штрафуя неплательщиков. На данный момент мы не получили никакого улучшения общественного транспорта. Нас просто загоняют в условиях коронавируса, нас загоняют в маршрутки, где мы благополучно можем заразиться. И это все ради того, чтобы дядюшка из Белгорода было что кушать. Так что кормим дядюшку, не кормим своих деток. Хочу передать огромнейший привет нашим властям, которые не понимают, что они делают, как, для чего и самое главное для кого. Сегодня в сложившейся ситуации, во избежание контактов, люди вынуждены передвигаться на своем транспорте. Экономическая ситуация в семьях сложная. За все необходимо платить, в том числе и за парковки. Работаю в центре города. Какое-то время парковки были бесплатные. На данный момент они снова стали платные. Ввиду того, что доходы населения уменьшились, сейчас это очень накладно – оплачивать парковки. Вынужден возить свою семью, чтобы, не дай бог, они не заболели. Припарковался – заплатить. Откуда брать деньги, когда у людей такое тяжелое положение? 12 мая завершился период нерабочих дней, и поток людей резко увеличился. В регионе введение масочного режима и получение прибыли – это оптимальное решение безопасности горожан именно в такое время. Люди сейчас живут в страхе и неизвестности, снесенности в деньгах. Я считаю, что меры по оплате парковок необходимо отсрочить. В такой сложный период нужно думать о проблемах людей. Введение подобных инструментов в условиях эпидемии нелогично. Власти где-то показывают свою заботу, а где-то проявляют безразличие. Если помогать на словах, то помогать и на деле. Ведь именно народ – это основа государства. Кому помогают чиновники? Воронежцам или парковщикам?